Единственный деревянный двухэтажный дом, построенный по проекту известного симбирского архитектора Августа Шаде, который когда-то принадлежал князю-попечителю больниц Михаилу Ухтомскому, находится по адресу Льва Толстого, 61. Мимо него трудно пройти и не заметить. Даже в нынешнем перекосившемся состоянии дом выглядит величественно. Здание находится в границах территории мемориального квартала Музея-заповедника Родина Ленина. Однако собственниками являются жильцы вдоль из города. Как считает директор Музея-заповедника Ирина Котова, дом необходимо срочно реставрировать. Иначе уникальный памятник культуры и истории можно потерять навсегда. Дом в ужасающем состоянии просто. И, конечно, этот памятник мы теряем. То есть решение о его реставрации, конечно, очень дорогостоящее. Но мне кажется, что надо его принимать, потому что промедление смерти подобно. К сожалению, жильцам приходится бороться за существование дома, прибегая к судебным разбирательствам. Спасти объект культурного наследия своими силами они не в состоянии. После капитального ремонта дома, по постановлению мэра, получили ордера жителей. Здесь в доме 11 квартир. И с 1997 года практически все в одно время переехали сюда, получили ордера на жилье. До этого около пяти, даже, наверное, больше лет он был на капитальном ремонте. Но недолго радовались жильцы отремонтированному дому. Вскоре после заселения фасад дал трещину. Времена были тяжелые. Конечно, строительных материалов не хватало. Поэтому, я думаю, так вот и получилось, что капитальный ремонт был проведен некачественно. И отсюда все проблемы возникли. Потому что буквально через три года, после заселения, мы начали уже обращаться к городским властям, областным властям. Но ошибки, которые были допущены при капитальном ремонте, никто не хотел помогать исправлять, ссылаясь на отсутствие средств. В свое время дом этот ремонтировался по проекту Института спецпроекта реставрации, технологии, которые наш дом сделал. Вот, в 98-й. То есть, когда между старым срубом и обшивкой засыпался керамзит. Ну, это была такая технология, которая во многих случаях себя очень даже оправдала. Ну, просто все требует грамотной эксплуатации, все требует своевременного ремонта. Вот наш дом стоит. В итоге, не получив никакой помощи, жильцы дому пошли в суд. В 2015 году вынуждены уже были обратиться в районный суд Ленинского, района города Ульяновска, чтобы по иску к мэрии, чтобы отремонтировали капитально этот дом. Решение состоялось в нашу пользу. И в декабре 2015 года было судебными приставами, исполнителями было открыто производство. Как говорит Владимир Иванович, решение суда до сих пор не исполнено. Практически каждый год жильцы обращались к городским властям. Но кроме отписок ничего не получали. Нашей съемочной группе удалось получить ответ и от администрации. В управлении ЖКХ нам рассказали, что прежде чем приступить к работам, необходимо разработать проектно-сметную документацию, согласованную с Управлением по культурному наследию. Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет где-то порядка полутора миллионов рублей. Данных денежных средств в бюджете муниципального образования города Ульяновска в 2023 году не предусмотрено. Будет рассматриваться данный вопрос при формировании бюджета на 2024 и последующие годы. В настоящий момент на администрацию города выписано 353 исполнительных производства по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, на что требуется около 5 миллиардов денежных средств. А что же конкретно по данному дому? По этому дому, если финансирование будет на разработку проектно-сметной документации, то, соответственно, в 2024 году будет разработка проектной документации, а в последующие годы при финансировании данной строчки капитальный ремонт по судам будут выполняться работы. Пока результат бездействия налицо. Фундамент рассыпается, крыша течет, углы дома в трещинах, фасад пошел волной, наличники скоро отвалятся. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.